Всем привет! Меня зовут Максим. Я хочу предложить альтернативную маску, которая позволит защитить от коронавируса более тщательным образом. У нас имеется маска. Нам понадобится раствор 60% алкоголя с добавлением всех необходимых ингредиентов антисептиков. Кроме того, нам понадобится шприц, понадобится контейнер, в котором будет находиться антисептик. Дальше нам понадобится тампон и простой степлер. Сейчас мы начнем изготавливание специальной маски. Смысл заключается в том, чтобы антисептик медленно, но постоянно выходил из контейнера и промокал нашу маску, тем самым оберегая входящий в наши ноздри или в рот воздух от неприятного воздействия коронавируса. Итак, я здесь наметил форму, которую я должен вырезать из кампона. И сейчас я этим займусь. С одной стороны, он должен иметь узкий хвостик, а с другой стороны, уширение. Узким хвостиком мы будем помещать его в контейнер с антисептиком. Итак, эта заготовка сделана. И теперь, следующим этапом, мы берем вот такой контейнер. Я взял маленький контейнер с сульфацилом. Это глазные капли. И что я сейчас сделаю? Я должен его вскрыть аккуратно, сделав такое отверстие, чтобы мой тампон смог залезть внутрь. Срезаю нужное количество пластмассы с этого контейнера. Выливаю лишнее жидкость в подходящую емкость, потому что она нам не нужна дальше. Вот контейнер со сделанным отверстием. Теперь, следующим этапом, мы берем и засовываем наш тампон в это отверстие, чтобы он входил. И последующим действием внесем туда обеззараживающий раствор, который там будет находиться. Итак, теперь нам необходимо прикрепить эту конструкцию с внутренней стороны нашей повязки недалеко от носа человека, который будет ей пользоваться. Смотрим правильное расположение носа, который будет находиться здесь. И прикрепляем нашу конструкцию с помощью с помощью обыкновенного степлера к повязке. Смотрим отверстие. Отверстие. Услышу Также для прочности должны прикрепить каким-то образом и сам контейнер. Я постарался это сделать. Ну, вроде бы получилось. Итак, мы имеем теперь контейнер с прикрепленным к нему испарителем антисептика. И теперь, последним этапом, нам необходимо просто заполнить наш контейнер антисептиком. Для этого нам потребуется шприц. Ну, это в крайнем случае. Мы его открываем. Надеваем иголку. Закачиваем антисептик. Формула антисептика известна из репортов, которые предоставляет ВОЗ. И заливаем этот антисептик в наш контейнер. Все. Процедура закончена. Теперь тампон пропитывается антисептиком. Мы дополнительно его можем смочить антисептиком дополнительно. Следующим этапом мы просто надеваем маску. И носим ее, как обычно. Надеюсь, что...